Безлимитный интернет за копейку в день. Лайф номер один для смартфонів. Всем привет! Вы смотрите хотлайн-видео с Александром Иваником. Сегодня я расскажу вам о смартфоне Fly IQ442 Miracle, самым доступном устройстве производителя на Android 4.0, оснащенном двумя камерами, двухъядерным процессором и IPS-экраном. Корпус смартфона имеет скруглённые углы и торцы. Фронтальную панель прикрывает закалённое стекло. Задняя выполнена из софт-тач пластика. Вверху расположен объектив фронтальной камеры, сенсор приближения и прорезь под динамик. По центру расположен 4-дюймовый дисплей, под ним три сенсорных клавиши, меню, домой и назад. Под последней виднеется отверстие микрофона. Периметр корпуса опоясывает вставка из пластика под металл, которая в зависимости от освещения может быть как тёмно-графитового света, так и тёмно-бронзового. Нижний торец пустует. На верхнем расположены два разъёма для наушников и дата-кабеля, или зарядного устройства, а также кнопка питания. Пользоваться кнопкой неудобно, она не выступает над корпусом и не обладает какой-либо тактильной отдачей. На правой боковине есть только выемка для снятия задней панели. Противоположный несёт в себе сдвоенную клавишу регулировки громкости. Камера на тыльной стороне корпуса выступает над его поверхностью, из-за чего, лёжа на столе, смартфон несколько неустойчив. Но в этом есть и плюс – динамик остаётся неприкрытым, а значит, меньше шанса пропустить звонок. Справа от камеры расположена светодиодная вспышка, в самом низу – динамик и логотип Fly. Снятие задней панели – занятие не из простых. Не советуем делать это тем, у кого большие ногти. Их можно лишиться в мгновение ока. Корпус смартфона обладает хорошим качеством сборки и подгонки деталей. В ценовом сегменте менее двух сотен условных единиц вы вряд ли найдёте что-то более качественное. Модель работает под управлением операционной системы Android 4.0 и в отличие от Fly IQ 440 и Fly IQ 441 имеет ряд изменений в интерфейсе. Первое, что бросается в глаза – экран блокировки. В нём появились дополнительные возможности в виде быстрого перехода к звонкам и сообщениям. Если сдвинуть цифровые часы влево, появится клавиша управления плеером. Как и раньше, из экрана блокировки можно зайти в панель уведомлений. В самом её верху находятся клавиши быстрой активации некоторых функций, например, беспроводных модулей, настройки дисплея и звука. Рабочий стол встречает пятью окнами с расположенными на них ярлыками и виджетами. Ярлыки можно группировать в папке, изменять их расположение и удалять. Второе отличие между двумя предыдущими моделями 400-й серии заключается в изменённом дизайне ярлыков и иконок меню настройки. Как и во Fly IQ 440 и IQ 441, устройство используется аппаратная платформа MTK6577, включающая в себя двухъядерный процессор и 512 МБ оперативной памяти, а также 4 ГБ флэш-накопителя. Платформа MTK6577 вполне заслуженно можно считать лучшей по соотношению производительность и экономичность. В синтетических тестах она демонстрирует хорошие результаты, а при эксплуатации без проблем выдерживает 2-3 дня работы при средней нагрузке, в которую входят звонки, работа в 3G-сети, синхронизация данных, чтение социальных сетей, прослушивание музыки до 1 часа в сутки. В приложении Antutu Tester Fly IQ442 набрал 500 баллов, продержавшись 4 часа при максимальной нагрузке. С учетом относительно небольшого аккумулятора в 1600 мАч, результат более чем достойный. Поскольку устройство поддерживает 2 SIM, остановимся на принципе их работы и настройках. Основная часть установок расположена в меню под названием «Управление SIM-картами». Здесь пользователь может назначить карту, используемую по омолчанию для тех или иных действий. При использовании одной SIM-карт для доступа в интернет, вторая всегда остается доступна для звонков. При разговоре по любой из карточек, другая будет вне зоны доступа. При острой необходимости всегда быть онлайн под двум SIM, можно настроить переадресацию звонков между вашими номерами. Громкость звукодинамика в среднее, аналогично силе вибровызова. Звук в наушниках приемлемый при использовании качественных наушников и плеера. Модель оснащается 4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 800х480, а также двумя камерами – основной 5-мегапиксельной и фронтальной на 0,3 мегапикселя. Используемая во Fly IQ442 4-дюймовую матрицу вполне можно назвать отличной, как для своего класса. Уровень яркости находится в пределах от 33 кандел до метра квадратных, до 313. Контраст 580 к 1, количество точек на дюйм равно 233. Минимальные и максимальные уровни яркости комфортны при работе в темноте и на ярком солнце. Углы обзора тоже не подвели. Все эти параметры позволяют говорить о дисплее как одном из лучших в своем классе. Основная камера способна записывать видео в качестве 720p. Фронтально обладает куда более скромными показателями и умеет снимать и записывать видео с разрешением 640х480 точек. В настройках камер появилось множество дополнительных пунктов, включая такие режимы съемки, как HDR, панорама, 3D и множество других мелочей, позволяющих получать еще более качественные снимки и видео. Перед нами отличный претендент на новогодний подарок для тех, кто ищет устройство до условных двух сотен единиц, а также хочет получить максимум за эту сумму. Все еще актуальна операционная система, производительная и в то же время энергоэффективная аппаратная платформа, две камеры, хороший 4-дюймовый IPS-дисплей. Все это сочетает в себе Fly IQ442 Miracle.